Всего через три дня после Октябрьской революции в ЦИК издал декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов, по которому всякие титулы и наименования гражданских чинов уничтожаются и устанавливается одно общее для всего населения России наименование граждан Российской Республики. Наградную систему теперь нужно было создавать заново. В 1934 году было учреждено звание Героя Советского Союза, которое на следующие полстолетия стало высшей степенью отличия и вручалось за личные или коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига. Но это высшая награда для фронта, а что насчет героев тыла? Грамоты Красного Героя Труда вручались еще в 20-е годы. Получали их первоначально особо отличившиеся рабочие петербургских и московских заводов. И только в 1927 году Герой Труда из пафосной фигуры речи превратился в законодательно закрепленное звание, оно вручалось лицам, имеющим особые заслуги. К тому же существовало требование к стажу Героя Тыла 35 лет. Об обновлении трудовых наград задумались в конце 30-х. Уже прошли две пятилетки, в стране массово распространялась промышленность, труд наконец-то начал механизироваться. Уже ширилось стахановское движение, и вот в таких условиях было принято решение об учреждении полноценного звания Героя Соцтруда, своеобразного брата-близнеца, Героя Советского Союза. Расплывчатая формулировка предшествовавшей награды за особые заслуги была заменена на развернутую, патетически конкретную. Героем Соцтруда становился тот, кто своей особо выдающейся новаторской деятельностью в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, торговли, научных открытий и технических изобретений проявили исключительные заслуги перед советским государством, содействовали подъему народного хозяйства, науке, культуры, росту могущества и славы СССР. Указ вышел на исходе 1938 года. И в отличие от всех предыдущих орденов и званий, Герой Соцтруда создавался не под конкретные прецеденты, а на долгую перспективу. До первого награждения прошел без недели год. Его удостоился главный строитель коммунизма товарищ Сталин 20 декабря 1939 года. Второе награждение уже за более осязаемые заслуги звания Героя получил оружейник-конструктор Василий Дегтярев. Его пистолет-пулемет использовался как главное оружие финской войны и в первый год Великой Отечественной. Вместе с грамотой счастливцам вручали Орден Ленина. А с мая 1940 года добавилась золотая звезда с серпом и молотом. За полвека высшую трудовую награду получили больше 20 тысяч человек. Больше половины героев – труженики сельского хозяйства. Награждались преимущественно настоящие работяги. Хотя звезда появлялась на груди высших партийных деятелей, органов госбезопасности и Министерства обороны. 16 человек трижды удостойны высшего знака трудового отличия. Среди них большинство связано с ядерной программой – Курчатов, Сахаров, Харитон. И авиакосмической отраслью – Туполев, Ильюшин, Келдыш. И сразу два генсека – Хрущев и Черненко. Главный орденоносец Союза – Брежнев, только единожды герой соцтруда. Впрочем, он компенсировал этот недостаток четырьмя звездами героя СССР. В отличие от героя России, преемника высшей награды СССР, награду упразднили почти на четверть века. Сравнительно недавно, в 2013 году, звезда вернулась только вместо серпа и молота – герб страны.